Всем привет! Меня зовут Сильванси Екатерина, старший директор компании Faberlic. Как мы приходим к результату? На нашем пути, когда мы к нему идем, допустим, у нас есть какая-то цель, мы что-то хотим, мы создаем привычки. Вот это вот главное, какие привычки мы создадим, так мы к нему и придем. То есть учить разную чушь, от этого страдать, этому всех научили в школе. А здесь мы должны получить результат. Не забываем, конечно, проживать реальную жизнь, каждый момент времени радоваться, фиксировать и все такое. Дальше. Мы еще должны расстаться с представлениями о себе. То есть, если вы думаете, я тот, кто не ест это, или я тот такой-то и так далее. Это все можно поменять, все эти убеждения. То есть, например, я раньше думала, что я вообще не могу выучить английский язык. 13 лет я выучила в школе, потом в институте, в результате не разговаривал. А потом посмотрела на других и сменила это убеждение, что вот другие же могут выучить язык. И решила сама попробовать, да, и выучила. То есть, например, еще у меня есть убеждение, что я, если буду есть торты хоть каждую ночь, и я не буду толстеть. Ну, раз у меня такое убеждение, так и есть. То есть, некоторые люди говорят, что я пью зеленый чай и от него толстею, да. И они реально толстеют от зеленого чая, потому что они так думают. Поэтому все это можно менять. Если у вас очень сильное убеждение, можно просто посмотреть на других людей. Или самому что-то вы делаете, делаете, у вас не получается, да. А один раз получилось, все, уже мышление поменялось, что вы можете. А если у вас личного примера нет, тогда пользуйтесь чужими примерами. Иногда вот лень спасает не от своих целей, да. Правильно поставьте цели. Но не надо путать с ничего не деланием, конечно. Которое, именно что человек считает себя бессмертным. Он играл там, не знаю, в нарды, игр 10 лет. Вот это не то. Это не такая лень другого вида. Дальше. Избыточных усилий делать тоже не нужно. Нужно в данном случае освоить новые навыки, которых у вас просто нет. И в принципе они осваиваются недолго, примерно месяц. То есть вообще я на обучение даю 3 дня, чтобы начать делать по инструкции. То есть создать аккаунты рабочие, заполнить их по 10 минут на каждые. Я даю, не надо сидеть и разглядывать его и чужие аккаунты. Просто сделали и начали размещать готовое объявление. Всякие нюансы это по ходу уже. То есть на третий день уже у вас будут идти покупатели, регистрации и так далее. В общем, на пути к этому вы формируете привычку просто размещать объявления. Это SMM-продвижение, SMM-маркетинг. Даже не все программисты знают, как виртуальные телефоны, как использовать браузеры с другими IP-шниками. Но это уже нюансы для более продвинутых, у кого очень много аккаунтов, очень много людей, автоматизируют уже процессы через разные сервисы, например, программа автообзвонов, авторассылка писем. Когда уже много людей, это все можно делать автоматом через разные сервисы. И никого при этом не нанимать. Там еще есть достаточно большой бесплатный тариф везде в подобных штуках. И даже без затрат это все можно делать. А пока людей у вас мало, конечно, это все делать самому вручную, чтобы посмотреть, что и как научиться. То есть вы формируете, вот хотите вы стать, допустим, директором, зарабатывать столько-то, да, здесь. Вы формируете себе ряд привычек. То есть не так, что вы подали там объявление одно раз в месяц, да, понятно, что оно столько-мало не сработает. Каждый день даже запускать программу в Инстаграме, которая у нас работает. И оттуда приходят люди тоже просто на дисконт или на подработку. В общем, каждый, кто как хочет, то так и приходит. То есть нужно это иметь привычку запускать программу каждый день. Там ничего трудного, конечно, нет. Запустить задание каждый день или там нажать кнопочку старт. Но это все равно нужна привычка. Дальше размещать объявления в соцсетях каких-то, допустим, ВКонтакте, в открытой группе на размещали. Это можно всегда придумать отговорки, что ой, сегодня у меня гости, завтра родственники, потом кто-то заболел, потом еще кто-то заболел и так далее. Отговорки всегда будут у всех. То там собачка, то кошка, то нужно туда сходить, сюда. Все можно делать параллельно. Мы работаем вообще с телефона. У нас очень удобно, бизнес находится в телефоне. То есть телефон убрал, сложил рабочее место. К месту мы не привязаны. Вы, если гуляете с ребенком, так тыкайте в телефоне. Опубликовать сайт, опубликовать сайт. Объявления-то одно и то же. Или хотя бы вручную подписки делайте в Инстаграме, если программу не можете запустить. Программа есть и в телефоне бесплатно, и в компьютере. Или дома запустите на сутки и можете идти гулять куда хотите. Или в телефоне запускайте. Дальше. Некоторые говорят, у меня дети там, я не успеваю или я работаю. Но все можно делать параллельно на той же работе, в тот же перерыв. Это в принципе раскидали. Ссылочку для упрощения, ссылочку на регистрацию сразу ставили. Некоторые пишут данные, оставьте. Некоторые сразу ссылку дают и люди сами регистрируются. Кто-то вручную регистрируют, кому что удобнее, у кого какой график. Кто-то гуляет с коляской два часа или во дворе и вместо того, чтобы трещать по телефону с подружкой, размещает объявления. И уже сразу начинают идти регистрации, отклики и человек работает. При этом он созванивается с ними, некоторые переписки, некоторые заготовленные голосовые отправляют. Тоже кто заготовил, там переслать нажали или с диктофона, или смотря куда вам пишут люди. Получается, то есть каждый день у вас должна быть привычка. Вы должны научиться объявления, открыть аккаунты. Здесь ничего сложного нет. Это новая профессия. Она не занимает 6 лет учебы в институте. Это если вы и так сидите в интернете. Ну, сейчас уже все сидят в интернете. В принципе, от трех дней до месяца. И вы все уже изучите прямо. И у вас пойдет товарооборот. К тому же у нас в обучении все шаблоны подготовлены. Начиная от первого слова, кому что объяснить. Все ответы на вопросы подготовлены. Все объявления, все настройки программ. Вот просто бери и делай по каналам обучающим. Их у нас три уровня доступа. В общем, формируем привычки. И идем к своему результату. Надеюсь, видео было вам полезным. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Пока. Пока.